Я прочту поэму Давида Самойлова «Струфиан». Есть подзаголовок «Недостоверная повесть». А где-то, говорят, в Сахаре нашел рисунки Питер Пен, подобные скафандрам Хари и усики, вроде антенн, а может, маленькие роги, Возможно, духи или боги, писал профессор Альдероге. Дул сильный ветер в Таганроге, Обычный в пору ноября. Многообразные тревоги Томили русского царя. От неустройства и досад Он выходил в осенний сад Для совершения мациона, Где кроны пели иступленно, И собирался снегопад. Я, впрочем, не был в том саду И точно ведать не могу, Как ветры веяли морские В том достопамятном году. Есть документы, дневники, Но верным фактам вопреки Есть данные кое-какие. И эти данные гласят, И в том загадка для потомства, Что более ста лет назад В одной заимке возле Томска Жил некий старец непростой, Феодором он прозывался. Лев Николаевич Толстой Весьма им интересовался. Про старца шел в народе слух, Что не в пример земным владыкам Царь Александр Покинул вдруг Дворец и власть, Семейный круг, И поселился вместе диком. Мне жаль всегда таких легенд, В них запечатлено движение Народного воображения. Увы, всему опровержение Один пристранный документ, Оставшийся по смерти старца, Так называемая тайна. Листы бумаги в виде лент, На них цифирь, И может статься, Расставленная не случайно. Один знакомый программист Искал загадку той цифири И сообщил, понятен смысл Ее, как дважды два-четыре. Слова «Акрыют» Струфиан Являются ключом разгадки. И объяснял, в каком порядке И как случилось, Что царя с отшельником Сошлись дороги. Дул сильный ветер В Таганроге, Обычный в пору ноября. Смеркалось облачно, туманно Над Таганрогом, И тогда подумал Александр странно, Что в небе светится звезда. «Звезда! А может, Божий знак?» На небо глянув, думал Федор Кузьмин. Он пробрался обходом К ограде царского жилья И всматривался в полумрак. Он родом был донской казак, На Бонапарта шел походом, Потом торговлей в Таганроге Он пробавлялся год за годом И вдруг затасковал о Боге И перестал курить табак. Торговлю бросил. Слобожаном внушал Кузьмин невольный страх. Он жил в домишке деревянном, Близь моря, на семи ветрах. Уж небесовское ли дело Творится в доме Кузьмича, Где часто за полночь Горела в окошке тусклая свеча. Кузьмин писал. А что писал и для чего? Никто не знал. А он под рвечный хруст прибоя, Склонясь над стопкою бумаг, Который год писал благое Намеренье об исправлении Империи Российской. Так именовалось сочинение, Которое, как откровенье, Писал задумчивый казак. И для того стоял сейчас Близь императорского дома, Где было все ему знакомо, Любой проход и каждый лаз, Феодор неприметный тенью, Чтоб государю в ноги пасть, Дабы осуществила власть, Намеренье об исправлении. Поскольку не был сей трактат вручен, Читайте нашу повесть, Мы суть его изложим, То есть представим несколько цитат. На нас, как ядовитый чад, Европа насылает ересь, И на Руси не будет через сто лет Следа от наших чад. Не будет девы скоромыслом, Не будет молодца с сахой, Восторжествует дух сухой, Несовместимый с русским смыслом. И эта духа сухота Убьет все промыслы, ремесла. Во всей России не найдется Ни колеса, ни хомута. Дабы Россия не осталась Без колеса и хомута, Необходимо наше царство В глухие увести места, В Сибирь, на север, на восток, Оставив за Москвой заслоны, Как некогда увел пророк, Народ в предел незаселенный. В провинции любых времен Есть свой уездный Сен-Симон. И вот настал высокий час Вручения царю прожекта. Кузьмин вздохнул И, помолясь, Просунул тело в узкий лаз. Барон Иван Иванович Дибич Глядела с кабинета в сад, Пытаясь в сумраке увидеть, Идет ли к дому Александр. А государь замедлил шаг, Увидев в небе звездный знак. Кузьмин шел прямо на него, Готовый сразу падать ниц. Прошу запомнить. Таково расположение было лиц Гвардеец, Гибич, Государь и Федор, Обыватель местный, Когда послышался удар, И вдруг разлился свет небесный. Был необычен и внезапен Зеленоватый свет. Его, биясь, как сердце, Источало неведомое существо, Или, скорее, вещество, Которое в тот миг упало С негромким звуком, Вроде пах, Напоминавшее колпак, Или, скорее, полушарье, Чуть сплюснутое по бокам, Производившее шуршанье, Подобно легким сквознякам, И в том полупрозрачном теле Уродцы странные сидели. Как мог потом поклясться Федор, На головах у тех уродов Торчали небольшие рожки. Пока же, как это постичь, Не зная, Завопил Кузьмич И рухнул посреди дорожки. Он видел в сорока шагах, Как это чудо, разгораясь, Вдруг поднялось На двух ногах И встало, словно птица-страус. И тут уж Федор Пал в туман, Шепча крылатый струфиан. В окно все это видел Дибич, Но не успел из дому выбичь, А выбежав, увидел пуст, И дик был сад, И пал без чувств. Очнулся. На часах гвардейца Хватил удар, и он был мертв. Неподалеку был простерт Свидетель чуда и злодейства, А может быть и сам злодей, А больше не было людей. И понял Дибич Сад обшаря, Что не хватало Государя. Был Дибич умный генерал И голову не потерял. Кузьмин с пристрастием Был допрошен И в каземат тюремный брошен, Где бредил словом струфиан. Елизавете Алексеевне Последовало донесение, Там слез был целый океан. И Николай, великий князь, Смут или слухов убоясь, Велен словами манифеста Оповестить, что царь усоп. Гвардейца положили в гроб На императорское место. А где Кузьмин? Куда девался Историей свидетель той, Которым интересовался Лев Николаевич Толстой? Лет на десять забыт в тюрьме, Он в полном здравье и уме Был выпущен и плетью бит. И вновь лет на десять забыт. Потом возник уже в Сибири, Жил на заимке у купца, Храня секрет своей цифири, И привлекать умел сердца. Подозревали в нем царя, Что бросил царские чертоги. Дул сильный ветер в Таганроге, Обычный в пору ноября, Он через степи и леса Летел, как весть, Летел на север, Через Москву и снег он сеял, И тут декабрь уж начался. А ветер вдоль Невы реки По гладким льдам Свистал сурово, Подбадривали Трубецкого Лейб-гвардии бунтовщики, Попыхивал морозец хватской, Морскую трубочку куря, Попахивала на сенатской Четырнадцатым декабря. А неопознанный предмет Летел себе среди комет. Попф untohouse. Попахивала на сенат Entrepreneur Продолжение следует...